в котором монастырь находится, Переславль-Залесский, всё-таки такое удивительное место, на берегу огромного озера, и сколько там было событий исторических, связанных с нашей страной, и Александр Невский здесь родился, Юрий Долгорукий его основал, и флот Пётр I тут начал свой развивать, и несколько монастырей, действующих до сих пор в городе, ну, это я уже так вот пунктирно наметил. Ну, наша обитель древняя, её основал преподобный Дмитрий Прилуцкий, самолитвенник преподобного Сергия Радонежского. Их образы даже путают удивительным образом. Часто мы видим, что образ преподобного нашего Дмитрия подписан как образ преподобного Сергия Радонежского, но их можно не путать, потому что, хотя они жили и одновременно и даже представились в один год, в 1392-й, но, тем не менее, это два отдельных разных подвижника. Вот, нам очень всегда тоже трогательно, что наш преподобный, один из таких подвижников очень высокой духовной жизни, жил он, родился в городе Переславле, и основал вот этот самый Никольский монастырь, называется он «Что на болоте», в истории он назывался, «Что на болоте». И вот наши обители уже исполняются более 600 лет, таким образом. Был большой перерыв в советское время. Я думаю, что многие… Все храмы в Переславле были закрыты, или что кто-то какой-то действовал? Нет, один в городе остался, Покровский открытый, остальные были закрыты, да. И я думаю, что, как это часто бывает, монастыри использовались как какие-то, я не знаю, моторно-тракторные станции. Ты имеешь в виду монастырские стены. Монастырские подворья. Ну, естественно, сначала трудоводство. Как могли работать монастыри в 20-е годы? Очень часто создавались трудовые артели, и когда монахов записывали сотрудниками этой артели, это была одна из немногих возможностей, как-то продолжать монашескую жизнь. У вас такого не было, да? Нет, что-то подобное было, но, тем не менее, в 1923 году монастырь прекратил свое существование. После этого некоторое время еще действовали храмы, как приходские, но в 30-х годах основной собор нашей обители, Никольский, был взорван, также была взорвана колокольня, и, естественно, остальные здания и сооружения отошли под различные бытовые нужды. Вы настоятельница монастыря с какого года? С 1994 года. То есть уже больше 20 лет. Представляете себе? С момента открытия. Почти 24. Да, 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 да. С момента открытия монастыря. А вы, отец Александр, сколько там служите? Ну, я где-то начал служить, еще будучи священником приходским, помогал, матушка приглашала, я с радостью помогал там. Это с 2007 года. А потом уже вот с 2010 года, уже так более-менее на регулярной основе стружусь по благословению тогда еще владыки Кирилла, меня перевели в штат именно монастыря Никольского. А как вообще в Переславле с церковной жизнью? Потому что не так давно появился епископ Переславовский Углический. А в 90-е годы, ну, даже не то, что кафедра была, но векрятство такое переславовское. Храмов много. Все ли они открыты? Нет, конечно, далеко еще не все открыты. Но надо сказать, что многие из тех, которые были закрыты, их уже физически просто не существует, остались только поминальные кресты на их местах кое-где. А те храмы, которые физически существуют, идет работа по их либо передаче церкви, либо их уже, так сказать, обустройству. Вот один из храмов, в частности, храм Сергия Раднирского имени Сергия Раднирского, вот с помощью казаков местных пытаются привести в такой надлежащий вид, чтобы можно было в нем служить. Вот появление опять кафедры Переславской, было принято всей православной общественностью с большим воодушевлением, и очень большие надежды возлагаем мы все на то, что этот город начнет жить более полноценной, более такой глубокой христианской жизнью, конечно. А чем вообще город сейчас живет? Когда-то в советские времена были то по разработке, была узкоколейная железная дорога, которая через город шла, а сейчас ее уже нету, остался только небольшой музей этой железной дороги в Талицах, неподалеку от Переславля. Есть несколько фабрик, но город-то большой, это сколько? Около 50 тысяч. Меньше, где-то 36-37 тысяч, наверное, населения. Надо отметить, что, к великому нашему сожалению, несмотря на в целом такой как бы некоторый подъем в жизни страны и экономики, в нашем городе пока перемены к худшему, можно сказать, потому что единственный университет, который имел неплохую репутацию... Да, в центре города, я знаю. Да, а он фактически сейчас на грани закрытия. Но пока работает. Ну, буквально уже, можно сказать, уже практически не работает, поскольку сначала аккредитацию не продлили, потом лицензию, и сейчас уже там, я не знаю, пошел счет на дни его существования, к сожалению, потому что молодежь и так все время оттекает в нашу столицу славную, и город потихонечку вымывается, становится все более и более такой как бы город пенсионеров и отдыхающих, приезжающих из Москвы. Да, я часто бываю в Переславле и наблюдаю, конечно, последние годы, что я там проезжаю мимо. Очень сильно все изменилось по берегам Плещеево озеро, коттеджи вырастают, столичные дачи. Я не знаю, но это же, наверное, с другой стороны, все как-то довольно благотворно влияет и на церковную жизнь, и на состояние крамов, монастырей, потому что и московские деньги приходят вместе с тем. Ну, не знаю, матушка, наверное, лучше знает что-нибудь про московские деньги. Кто-нибудь видел? Московские деньги. Мы не брали. Ну, наш монастырь очень известен сейчас тем, что у нас вновь построено Никольский соболь, вновь построено колокольный, вообще ансамбль монастыря фактически возрожден благодаря московскому меценату, милостью Божией. Его зовут Виктор Иванович Терышкин, это известный человек, не только в церковной среде, но и в общественной жизни. Так что, вот, но это не потому, что Виктор Иванович построил коттедж на плеще в Мозере, представляете? Да, по-моему, нет коттеджей на плеще. Когда жители спасались на лодках на середине озера? Не просто жители, а спаслась как раз преподобная Евфросини в миру Евдокия, княгиня Московская, супруга как раз небезызвестного Дмитрия Донского князя. Она была спасена чудесным образом, действительно, на лодке, на центр озера, и такой вот неожиданно опустившийся туман или облако покрыло её от глаз тех, кто хотел её настичь. И по её обету, она дала обет ради того, чтобы была была спасена, была построена даже храм, такой обыденный храм, обыденный, значит, по обету за один день построены знамения, да, знамения, Божьей Матери знамения. Тогда он, кстати, был Иоанной Предтечи, поскольку говорят, что это было в день Рождества Иоанной Предтечи. Сейчас он больше известен как знамение, потому что чуть позже, когда его уже переделали из деревянного в каменный, основным пределом стал предел Знаменский. Но очень знаменательно, что ещё был основан монастырь, что на Горицах. Да, надо сказать, что вообще, вот, кстати говоря, о московских деньгах, вот эта великая княгиня, она очень-очень много приложила усилий для того, чтобы построить и монастыри, и храмы, и их благоукрасить и возвеличить. Она очень любила Переславь-Залезский. Говорят, что она, если я не путаю, была дочерью Суздальского князя и часто летом проводила время в Переславь-Залезске, в детстве ещё, и очень любила этот город. И позже уже с маленькими детьми своими тоже в сердцем приезжала туда. И многие храмы, монастыри обязаны и именно этим московским деньгам своему существованию. Сейчас до Переславля ехать два часа, по-моему. Ну, вот мы сейчас ехали полтора часа. Да, без пробок. А тогда сколько? Ну, тогда это двое суток. Считай. Дневной переход это примерно... 60 километров, 70. Меньше. Меньше, меньше. 40-50 максимум. Ну, это вот двое-трое суток. От Суздаля до Переславля, это я точно знаю, хорошо знаю, порядка 120 километров. Больше. 160, наверное, даже. От Суздаля? Да. Так что это дня три-два сутки. То есть это не на уикенд с детьми, как сейчас говорят. Это только недели дороги в обе стороны. Ну, во всяком случае, это было событие, большое событие. Достичь Переславля надо было потратить много времени, да. Там несколько крепостей по пути было, где можно... Ну, там же как это все было устроено? Дневной переход, и обязательно есть какая-то крепость, где можно передохнуть, где люди, соответствующие статусом, могут сменить коней, отдохнуть, переночевать, набраться сил и продолжить путь. Вот так там Юрьевпольской, например, да, город нынешний, Юрьевпольский, как еще его называют официально. Вот вам половина дороги примерно отсутствует до Переславля. У нас в гостях игуменья Евстолия, настоятельница Переславского Никольского женского монастыря и подворья этого монастыря в селе Гаденово, и протерей Александр Смирнов, клирик монастыря, говоримый про Переславль, про историю монастыря. А в монастыре можно остановиться? Как там паломники, не паломники? Есть же какие-то варианты, да, там может быть... Да. Или в монастыре тоже еще предстоит гостиницу построить? Тоже предстоит построить гостиницу. Там очень скромная возможность, очень скромная. Да, тоже предстоит. Но в городе Переславля, как все-таки в населенном пункте, есть гостиницы, где можно переночевать. Вот люди этим пользуются, но не всегда у всех есть такие возможности, скажем так. Ну и у кого нет, приходится в машинах, в автобусах. Да, подвижнический дух наш очень велик. А сейчас будет праздник, скоро крестовозвижение, да? Будет несколько автобусов, которые приедут ночью, и будет ночью там начать... Да, из каких-нибудь отдаленных уголков. А вообще вот в этот именно праздник собирается удивительное количество людей. А есть мысли, как эту проблему можно хотя бы начать решать? Потому что, ну, с одной стороны, понятно, что в Переславле есть дорогие гостиницы. Есть люди, которые могут себе это позволить. Ну, среди паломников много людей небогатых. Строительство... Вот ту гостиницу, которую вы задумали, она бесплатная должна быть по вашим замыслам? Как в других монастырях. Какая-то минимальная, конечно, минимальная какая-то плата вносится, поскольку обеспечение всех, как мы знаем, этих жилых построек, оно тоже немало стоит. Но всё это решаемо. Как вот в Оптиной тоже есть большие помещения. Вот мы интересовались в Дивеево, например. Там, в одновременном размещении, там могут расположиться полторы тысячи человек. Ничего себе! Вот. Ну, это всё осуществляется, конечно, не за один день. Вот. Но, тем не менее, осуществляется. Вот. И мы верим, что если есть воля Божья, то всё будет осуществлено. Как нашёлся же у нас ктитр Виктор Иванович, который на месте взорного собора воздвиг великолепный новый собор Никольский, который сейчас является гордостью города Переславля. А похож или такой же, как был? Он лучше. Интересно, что вы старый не видели. Извините нас, но он лучше. Это, знаете, что интересно, что люди, которые впервые видят его, уверены абсолютно, что это тот самый старый собор. И не сразу люди соглашаются с тем, что это новопостроено. Настолько удивительно, хорошее. Да. Так вот, возвращаясь к вопросу о размещении паломников. Всё-таки хотя бы какие-то возможности у монастыря есть кого-то разместить? Знаете, до 20-25 человек. Это, конечно, да. Капля в море. Капля в море. Увы. Ну, то есть, мест никогда не бывает. И то в корпусе, который, вообще-то говоря, на ремонте стоит. То есть, это полкорпуса без окон, без двери, а полкорпуса в этом, в общем, как-то жалко. Мы нуждаемся в поддержке, в этом отношении. Очень существенной. И надеемся, что у кого-то расположится сердце к этому большому делу. К тому же, я хочу ещё обязательно обратить внимание, может быть, многим будет это интересно, что мы действительно все настолько сосредоточены на кресте вот этом небоявленном Гадыновском, что и сами иногда порой себя ловим на мысли о том, что мы забываем, что в самом монастыре есть ещё один крест. Тоже весьма и весьма примечательный и знаменитый. Это Корсунский крест. А расскажите про него. Может, матушка, немножко расскажете, да? Да. Батюшка, так хорошо начали продолжить. Моё сердце он трогает очень сильно ещё потому, что есть все основания верить этому церковному преданию, что это один из тех крестов, который в качестве трофея, условно говоря, Владимир Святой наш равноапостольный, принёс из Корсуни в Киев, которые участвовали в крещении киевлян, новгородцев и вообще всей Руси. Он их как бы принёс как реликвию, как трофеи, как знак того, что он принял это православие от Ромеев в Корсуне, и он это православие разносил по городам и весям, в том числе и с помощью этих крестов. Это удивительный крест. Он действительно большой. Это выносной крест, который, скорее всего, участвовал в крестных ходах. То есть, он там есть специальные приспособления, которые на растяжках, которые, видимо, его держали, когда его носили на носилках, ходили вокруг городов. Но ещё удивительнее того, что мало того, что он имеет такую немалую историческую художественную ценность, наверное, Матушка лучше даже расскажет об этом, но он ещё и является фактически дарохрани... Реликвариум. Реликвариум, да, сказать правильно. Очень много мощей. Множество мощей, да, причём и древних, и не очень древних святых. И видно, что туда вкладывали многие князья, великие и другие известные люди. Самое дорогое, что у них было, потому что, видимо, получали тоже немалую помощь, вот такую благодатную и от него. И этот крест находится вот в самом монастыре в Переславле за Лесском, причём под охраной, даже государственной, поскольку считается государственной ценностью немалой. И не так давно он с помощью усилий, немалых усилий, в том числе и матушке, он был передан на хранение, пока только на хранение в монастырь. И туда тоже имеет смысл приехать и приложиться, и попросить помощи у этой великой тоже святыни. То есть у нас два креста фактически очень известных и знаменитых. И вот этот Корсунский крест тоже великая святыня. Но надо сказать, что наш монастырь как бы посвящён фактически в какой-то степени кресту, потому что у нашего основателя, преподобного Дмитрия, тоже был знаменитый крест, который он получил в подарок от Дмитрия Донского, духовным наставником которого он являлся. И с этим крестом он ушёл в Вологду. Этот так называемый Киликийский крест находится сейчас в Вологодском музее. То есть как-то крест всё время сопутствует нам, всё время сопутствует, как и каждому из нас по жизни, так и вот в нашей обители крест везде сопровождает, и на подворье, и в монастыре. Причём такие кресты очень благодатные, очень древние. Какие ещё святыни есть в обители? Ну, в нашей обители ещё двое мощей. Это мощи преподобного святого благоверного князя Андрея Смоленского, святого 14-го столетия. Тоже удивительного подвижника, который, будучи великим смоленским князем, оставил княжение, и в чине простого человека пришёл к воротам Никольской церкви, к южным воротам города Переславля, и поселился у них в качестве пономаря, служки, там, сторожа и так далее. И до своей кончины сохранил такую свою безвестность. Только после его ублаженной кончины обнаружили у него гривну и грамоту, да, в которой перстень ещё был, да, княжеский, да, который впоследствии был отдан в палаты Иоанна Грозного. Вот, что он князь Смоленский, оставил княжение, чтобы не участвовать в распрях своего рода. Вот, и второй преподобный Корнилий, который прославился подвигом затвора святою 17-го столетия, он представился в 1692-3 году, вот, и удивительным образом уже в 1704 году он был фактически прославлен, и Дмитрий, святитель Дмитрий Ростовский, знаменитый написатель миней, житей святых, вот, составляет ему тропарь, вот, при закладке Смоленской церкви. Вот такие два святых являются ещё нашими небесными покровителями. Сколько всего церквей на территории монастыря? Шесть или меньше сейчас? Пять. 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 То есть это Никольская, Смоленская. Петра и Павла, Благовещенская и Сергиевский домовой храм. Но ещё у нас в Колокольне Иоанновский храм, но он ещё не осуществлён. Угу, это утекновение главы Иоанна. Да. Ага. То есть его тоже, то есть у вас... То есть с одной стороны... В перспективе, да. То есть вы полностью восстановили монастырь, но вот остался вот этот храм ещё, и хорошо было бы гостиницу, потому что действительно странная ситуация, что такое количество паломников, кто-то там с детьми может быть. Конечно. И так далее. Я, конечно, понимаю, что раньше люди и на земле спали, но сейчас всё-таки мхилые спали. Сейчас трудно найти земли, где можно поспать-то. Да в том-то и дело. В городе тем более. Но есть подвижки какие-то? Что-то изменилось со времени нашей прошлой программы за полтора года? Я думаю, что, несомненно, что-то меняется. Во всяком случае, уверенности у меня в том, что у нас будут осуществлены эти необходимые миссионерские труды, всё-таки у меня прибавляется. Да, матушка, во всяком случае, плотно работает над проектами. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Напомним, что игуменья Евстолия, настоятельница Переславского Никольского монастыря, город Переславль-Залезский, да, соответственно, и подворье этого монастыря в селе Гаденово, тоже Ярославская область, ну, там, относительно недалеко от Переславля, около 60 километров. Протерей Александр Смирнов, клирик Никольского монастыря, также был в гостях у Светлого радио, Лиза Горская. Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся, желаем вам всего самого хорошего, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова